Девушки отдыхают Хочешь больше знать о звёздах, да? Ага О, что это? Это называется телескоп Он нужен, чтобы разглядывать звёзды Ура! Ой, это же вопсень и пупсень А это лунтик и светлячки, им весело Но где же звёзды? Посмотри наверх, Луна Какие красивые! Ой, это же моя Луна, бедная Она совсем одна в таком большом небе Нужно её крепко-крепко обнять Эээ, боюсь, это не... Дедушка, я скоро вернусь Ох уж эти дети Вопсень, вопсень! Луна, что случилось? Луне очень одиноко Помогите мне подняться повыше И крепко-крепко её обнять А, вопсень, мы же как раз читали про вежливость Надо помочь Ха, мы знаем, как можно подняться к Луне Да, да! Уху! Ааа! А-а-а! Ай! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Луна! Луна! Я здесь! Какие-то способы у вас неправильные! Прости, мы старались как могли! Да, мы старались! О, привет, ребята! Что это вы делаете? Лунтик! Мне нужно обнять Луну! Но она слишком высоко! Поможешь? Наверное, чтобы обнять Луну, нужно забраться очень-очень высоко! Я знаю одно подходящее место! Мы уже пришли! Почти! А теперь нам нужно встать друг на друга! Лунтик, лезь ко мне на плечи! А я встану на плечи Лунтику! Тянись, Луна, тянись! А-а-а-а-а! Где это мы? Что это, Лунтик? Луноцвет. Он цветёт только по ночам. Эти цветы словно маленькие луны. Вот, возьми с собой этот цветок. Ты посадишь его в горшочек и сможешь обнимать маленькую луну хоть каждый вечер. Спасибо, Лунтик. Это лучший подарок в мире. Ура! Пусть Луне и не удалось обнять луну, но теперь, благодаря Лунтику, у неё появилась своя собственная маленькая луна. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. И красота, и польза. Салон красоты. Здравствуйте, мы по объявлению. Попробуйте ваш новый лесной имидж. Ой, здравствуйте. Вы наши первые клиенты. Присаживайтесь, что бы вы хотели. Я хочу быть похожей на фею. А я? На принца. Стой. Раз, два. Салон красоты. Это что ещё такое на дороге? Наш отряд идёт на работу. Уберите это немедленно. Да что бы вы знали, так принято. Располагать заведение сферы услуг в самом оживлённом месте. Вы что, не понимаете? Это бизнес. По этой дороге ходит больше всего клиентов. Не желаете вашим солдатикам усы побрить? Что? А ну-ка, освободите дорогу. Может, пропустим муравьёв? Хм, вот ещё. Лес большой. Обойдут. Ах, обойдут. Отряд, шагом марш. Что вы наделали? Вы всё разрушили. Да кому нужна ваша красота? Вы бездельницы, заняты только украшательством и самолюбованием. А вы слишком много о себе возомнили. Послушайте, каждый из вас приносит пользу. Пользу? Да какая от них польза? Вы умеете строить, маршировать, проходить полосу препятствий. Ха, легко. А вот вы умеете танцевать, выглядеть элегантными и изящными и делать красивыми других. Да без проблем. Что-то я не верю. Спорим? Спорим. А Мила и Лонтик будут нашими судьями. Хорошо. Ну что, девочки, покажем, как нужно строить. Раз-два. 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 Мне кажется, дядям-муравьям не хватает лёгкости и изящества. Ах, это шедевр. Словно замок из сказки. Ой. Опа. А замок оказался воздушным. Девочки, слушаем внимательно. Красный, зелёный. Красный, зелёный. Ой. Смотрим прямо, а не вниз. Но мы так не видим бантиков. Всё-таки ходить с троем – это не ваше. Раз-два. Красься. Три-четыре. Наряжайся. Ну и красавцы. Красота – это страшная сила. Красота всегда победит. Ах, ах, ах. Да, страшная сила. Сейчас мы вам покажем настоящее волшебство перевоплощения. Внимание. И раз. И два. Ой. Кто это? Что вы со мной сделали? Мне кажется, было бы лучше всё вернуть назад. Давайте прекратим это безумие. И вернём всё, как было. Стой, раз, два. О, это наши неутомимые труженики-муравьи. Девочки, подвинемся и пропустим строителей. Ведь они делают такое важное дело. Хе, после работы мы придём к вам усы брить. Классная прическа. Важно всё. И работа, и красота. И каждый хорош на своём месте. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Полосатый и серебристый. Мяу-миу-миу-миу-миу. Одуванчик лекарственный. Клевер луговой. Лютик едкий А это Осока удлинённая Пупсень, смотри, картиночки Мила, это что, кулинарная книга? Это книга о ботанике Науке, изучающей растения Смотрите Это ромашка белая А это колокольчик голубой Фу! Бяка какая! Пупсень, ромашку белую не пробуй Кхе-кхе-кхе Какой горький колокольчик Голубой Да, голубой Что вы делаете? Растения изучаем Невежды Мила, ботаник, мила, ботаник Ой, какие красивые цветы И какие необычные Колотея полосатая Колотея серебристая Ого, я отыскала редкие растения Ура, ура, ура Пупсень, смотри, как мило радуется Наверное, что-то вкусненькое нашла Хе, сейчас попробуем Ха-ха-ха Ой, только не это Нет, нельзя А это что за цветочки? Это очень редкие растения Называются Пупсень полосатый и Пупсень серебристый А-а-а, Пупсень серебристый? Какая прелесть! А-а-а, Пупсень полосатый? Этот что ли? Этот, этот Видишь, листики полосатые Докажи Вот, смотри Похож? А, и правда похож Пупсень полосатый Ну-ка, дай-ка я твоего Пупсеня на вкус попробую А, своего серебристого пробуй А это мой цветок Он несъедобный Мой еще больше несъедобный Нет, мой Так что, вы их есть не будете? Вот еще Это же настоящий Пупсень полосатый И Пупсень серебристый Вот и хорошо Стой, не подходи Эти цветы есть нельзя Потому что они ядовитые, да? Потому что они в нашу честь названы Знакомьтесь Это Пупсень полосатый А это Пупсень серебристый Так мило в книге прочла Ничего себе! Везет же вам! А у нас нет своего цветка А как было бы здорово Фу, жарко Пупсень, смотри Они вянут Караул, все пропало Маши, маши А я за Милой Она ботаник, она поможет Мила, Мила, на помощь Пожалуйста, подождите Не увядайте Ура! Вупсень и Пупсень спасены Спасибо, Мила! Какая хорошая наука, ботаника! Так, благодаря остроумной уловке Милы Вупсень и Пупсень, сами того не ожидая Искренне полюбили ботанику Науку о растительном мире Калатея полосатая Калатея серебристая Ну ты, Мила, и придумала Пупсень полосатый и Пупсень серебристый Но иначе мы бы их съели Да ладно, прощаем Зато столько всего интересного о растениях узнали! Привет, я Лунтик, я снова с вами Археологи Спасибо, Лунтик, за помощь Мне учительница пятерку поставит За озеленение Мне самому приятно сажать растения Челенок, смотри, что здесь Лунтик, стой, ты куда? Лунтик, ты не ушибся? Пчеленок, тут какие-то картинки Я видел точь-в-точь такую же вазу в книге про археологов Про кого? Археологи ищут то, что осталось от древних жителей Рисунки, вещи всякие, ну там, вазы, ложки Так они изучают прошлое И ты думаешь? Да, это рисунки наших предков Мы с тобой сделали археологическое открытие Ого! Смотри, там и дальше рисунки Только темно и ничего не видно Лунтик, я за фонариками Я мигом Опа! Опа! Ай! Интересно, куда это он так торопится? Да, и зачем ему фонарики посреди дня? Проследи-ка за ним А я тоже за фонариками, на всякий случай Все ясно? Они клады ищут Вперед! Ой! Сюда! А ты, баты, шли солдаты А ты, баты, клад нашли Туда! Так вот, как жили наши предки Они копали землю Играли в чехарду И еще танцевали Нужно было по другому туннелю идти Вот и иди по другому А мне этот нравится Тише Слышишь? Ага! Ага! Нет! Может, это наши предки? Вдруг они до сих пор здесь живут? Тогда Это Это Самое величайшее Археологическое открытие Простите за беспокойство Можно с вами познакомиться? О, малышня! Ура! Нашлись! Мы тоже хотим клад рыть! Возьмите нас с собой! Чего кричать-то? Копать надо! Кажется, познакомиться они не против А-а-а-а! 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 Они уже клад нашли! Делитесь с нами! Отдайте клад! Стойте! Где наша доля? Хочу клад! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! 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 А-а-а-а! Как вы тут оказались? Ой-ой-ой-ой! Надо же, а я совсем забыл про эти рисунки Когда я был маленький, я пытался нарисовать все Как мы работали, отдыхали, веселились Ребята, ваша находка – это история нашего леса Так Лунтик и Пчеленок нашли давно забытые рисунки юного корнея И положили начало музею истории леса И не только недавние истории, но и самый-самый древний Привет, я Лунтик, я снова с вами Радужные камни Дядя Корней, давайте я вам помогу Спасибо, Лунтик Вон смотри, там еще Пчеленок Опять пытается стихи для Милы писать Значит, как договорились, радужные камни Ага, и у каждого своя волшебная сила Надо побольше камней наделать Вдруг еще кого-нибудь встретим Так, тетрадку со стихами Шнюка взяли Цемент для песчаного замка взяли Шарики для штанги и волшебные радужные камни Все, пошли, вперед! Привет, Лунтик Чего такой грустный? Я такой большой, но не смог мешок корнею-корнею чудо нести Лунтик, только для тебя Раскрою один секрет Представляешь, гуляем мы как-то вечером И на тебе, радуга А с нее сыплются разноцветные камушки И у каждого свои удивительные свойства Синий, например, наделяет невероятной силой И раз И два Ой, а можно взять его хоть на один денечек? Пожалуйста Ну, разве что в обмен на твои новые машинки Хорошо, я сейчас принесу, я быстро Ха-ха-ха-ха, нет, ты видел, а? Он поверил, а ты как думал? Весь мир боготворил принцессу К ногам ее бросал цветы И лишь поэт увидел душу под маской дивной красоты Здорово, это он сам написал? Ага Вот бы мне иметь такой стихотворный талант Хе, да без проблем Видишь, что у него на шее висит? Это радужный камень Слышал про такие? Неа Представляешь, гуляем мы как-то вечером И на тебе, радуга А с нее сыплются разноцветные камушки Спасибо за стихи, дядя Шнюк Ягодки Привет, пчеленок А ты чего такой грустный? Хочу написать стихотворение и впустую Даже радужный камень не помогает Мне тоже радужный камень не помог Ага Мой радужный камень не работает А гусеницы сказали, что с ним мои замки будут высокими и крепкими Ага Раскрашенные камни нам подсунули Как я мог им поверить? Ну ничего Я знаю, как мы их проучим Дайте мне радужных камней Да побольше Конечно Берите, какие хотите Для храбрости, для ловкости, для красоты Нет Мне от вредности, от жадности и от обмана Дети, что у вас тут происходит? Дядя Корней отчитал гусениц за обман Мы больше не будем И объяснил ребятам, что для того, чтобы появились сила, мастерство и умения Нужен настойчивый труд А вовсе не какие-то радужные камни Однажды на луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Кувшин Жучок, ты где? Жучок, мы больше не играем в прятки Выходи Иди сюда, мы тебе конфетку дадим Ну и влетит же нам от его мамы, когда она узнает, что мы за ее малышом не уследили Жучок, жучок, жучок Ух ты Вот это кувшин Подойдем поближе, посмотрим Стойте, нельзя подходить к незнакомым кувшинам Вдруг там сидит джин Мила, вечно ты всех пугаешь всякими небылицами Пойдем, Лунтик Шапочка-Жучка Скорее в кусты Никогда не слышал такого страшного голоса Я же говорила, что там Джин, а мне никто не верил Неужели Джин похитил маленького жучка? А вдруг он унесет его в какую-нибудь далекую страну? Надо освободить малыша, пока не поздно Что-то не хочется туда больше идти Знаете, я читала, что Джину можно задобрить Принести ему что-нибудь вкусненькое У меня есть конфета Кидай! 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 Фантик? Конфету съел, а жучка не отдал? Так не честно А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Как я рада, что ты невредим! Он хорошо с тобой обращался? Кто? Джин! Какой Джин? Я не видел никакого Джина! Как же ты оказался в кувшине? Мы же в прятки играли! Вот я там спрятался, а потом не мог вылезти! Кричал вам, кричал! А вы меня почему-то не вытаскивали! А-а-а! Так вот почему у Жичка был такой голос! Эх, разбили мой самый большой кувшин! Зря я оставил его на поляне сушиться без присмотра! Так это был ваш кувшин! Дядя Корней, не волнуйтесь, мы сделаем вам новый! Ребята тут же принялись за работу и весело смеялись над забавной историей, которая с ними приключилась. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Спорим! Не понимаю, чего Баба Капа согласилась готовить варенье для этих гусениц? Гусеницы сказали, что сами соберут ягоды. А Баба Капа любит готовить. Наверное, они уже закончили. Всё, не могу больше. Ха, ну вы даёте. Мы думали, вы уже всё собрали. Нам на кусты не залезть. Они слишком скользкие из-за росы. Подумаешь, роса. Ага, попробуй залезть. Спорим, тоже упадёшь. Я-то? Ха! Ну что, видели? Я выиграл. Ага. А как насчёт того, чтобы сорвать её? Та-дам! Молодец, Кузя! Видите, я знал, что у меня получится. Ну, тебе просто повезло. А спорим, ты не сможешь заполнить корзину ягодами и при этом ни разу не упасть? Спорим! Ау! Уф! 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 ну вот я опять выиграл да ладно все знают что ты ловкий а вот спорим не дотащишь эту корзину да и вы это гораздо сложнее спорим не надо спорить давайте я ее донесу нет лунтик эти гусеницы думают что я слабак я докажу им что они ошибаются отдай мне корзину ну кузя давай я справлюсь не надо мне помогать я сам хе-хе-хе хе-хе-хе-хе а а а Ничего, совсем немного осталось Я им докажу Кузя, не надо, мост скользкий Вдруг ты упадешь в ручей, давай я тебе помогу Нет, я сказал, что сделай это сам Не мешай, Лунтик, мне и так тяжело Я им докажу Да ты не сможешь, этот мост тебе не одолеть Да, сейчас свалишься Кузя Наши ягоды А как же Кузя? Да не волнуйся, Лунтик его вытащил Кузя, хватайся Вот так Спасибо, Лунтик Я думал, что я справлюсь Две, три Из-за тебя половину ягод потеряли Спорим, ты не сможешь еще набрать? Конечно, не смогу У меня сил почти не осталось Так что спорить нечего Сами собирайте и сами несите свои ягоды Слабак, мы же говорили, что без тебя справимся Ну и спорьте тогда сами А вот и поспорим Вупсень, бери корзину, пошли за ягодами Да ладно, Вупсень Нам и этих ягод хватит Пошли к бабе Капе Ты что, Пупсень, слабак? Я не собираюсь проигрывать спор к какому-то кузнечику Сам слабак Спорим, я больше тебя ягод соберу Спорим, что я? Нет, я Нет, я Гусеницы до самого вечера собирали ягоды А Кузя и Лунтик пошли домой пить чай Не думая об этих глупых спорах Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Украшения Ой, наша шляпа Не волнуйтесь, я ее догоню Ой Вот, возьмите, пожалуйста Спасибо Так-так Девочки, посмотрите-ка сюда О, а очень даже неплохо Что? Что неплохо? Надо же, тебе очень идет Вот, взгляни Ах, как красиво Правда, чего-то не хватает Вот, примерь Мне кажется, это подойдет И это И это Мила! 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 Привет, а что у вас здесь? Не отвлекайте, мы почти закончили Готово Ух ты Какая ты красивая Правда? Ага Выглядишь очень хорошо Ой Мы же не доиграли Бежим обратно на поляну Да, побежали Мила, догоняй Ой, да и нам уже пора Ну давай, милочка Снимай Снимать? Но в этом виде я так понравилась ребятам Можно я поношу их какое-то время? Хорошо При условии, что ты будешь с ними очень аккуратно Не испачкай и не сломай Конечно Конечно Спасибо вам большое Ты у нас будешь Самый красивый игрок на свете А, а, ой А, ау Извините, но играть в мяч я не могу Вдруг испачкаю украшения А во что мы будем играть? Может, пойдем на пруд? Там что-нибудь придумаем О! Ой Спасибо Может, покидаем еще? Нет-нет, это не для меня Вдруг украшения упадут в воду и утонут Как насчет того, чтобы подкрепиться? Вижу ягодку Сейчас я ее достану Мила, помоги мне, пожалуйста Хорошо А, а, ой Я не могу Украшения ведь испортятся Ох, с тех пор, как на тебе эти украшения Ты ничего не можешь делать Да Мне кажется, они тебе совсем не нужны Конечно нужны Я же в ней гораздо красивее Вы ничего не понимаете Скажите, пожалуйста Если носишь украшения Во что можно играть? Ты что? Играть вообще нельзя Можно рассматривать журналы Завязывать бантики Делать прически Но это же скучно Если хочешь играть и пачкаться Пожалуйста Только не в наших украшениях Мила Ты вернулась А где же твои украшения? Отдала бабочкам Пусть они наряжаются А я буду есть землянику И играть с вами в мяч Ура! Конечно, Миле понравилось носить украшения Но все-таки игры с друзьями Ей нравятся куда больше Однажды на Луне родился Необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем Тапочка Куда же девались мои тапочки? Не знаю, Шершуля Поищи сам У меня тесто убегает Здравствуй, Лунтик Привет, бабуля Привет, дедуля Привет, Лунтик Ты не видел моих тапочек? Вчера я оставил их вот здесь За дверью Нет Не видел Шершуля, нам пора Потом найдешь свои тапочки Эх Куда же они подевались? Дедуля Я поищу твои тапочки Спасибо, Лунтик Пока Пока, дедуля Пока, бабуля Тапочки Привет, Лунтик Чего ищешь? Привет У дедули тапочки пропали Он их вот здесь оставил Все понятно Скорее всего их сдуло ветром Пойдем в траве поищем Ой, что это так колется? Мы, похоже, угодили в заросли репейника Нет здесь никаких тапочек Может, еще поищем? Да точно нет Смотри, гусеньцы убегали Может, они нашли их и взяли себе Бежим за ними Отстаньте от нас Вот вам Вот вам Отдавайте тапочки Какие тапочки? Вы разве не брали тапочки деда Шера? Такие зелёные, из травы Не брали мы никаких тапочек! А почему тогда убегали? Посмотрите на себя! Вы такие страшные! Мы испугались! Эх вы! Куда же всё-таки тапочки подевались? Я видел, как пчелёнок тащил что-то тяжёлое в корзине Он, наверное, и взял ваши тапочки Нет, не может быть К чему пчелёнку тапочки деда Шера? Надо проверить все варианты Пойдём к пчелёнку Зачем я вызвался тащить такую тяжёлую корзину? Пчелёнок! Что вы так кричите? У тебя тапочек нет? Я даже корзинку уронил У него тоже тапочек нет Каких ещё тапочек? Я из-за вас всю пыльцу рассыпал Не беспокойся, пчелёнок Мы поможем собрать пыльцу В траве под Эвой не нашли Гусеницы не брали Вот решили у тебя спросить Теперь всё понятно Знаете, когда я летел сюда Видел, как Корней Корнеевич прятал в свою нору какой-то мешок Может, это он их нашёл Идём Здравствуйте, Корней Корнеевич! Привет, ребята Вы не находили тапочки деда Шера? Те, которые вы ему из травы сделали Нет, не находил А что, они и потерялись? Не переживайте Мы сейчас с вами вместе сплетём ещё одни тапочки Лови их! Я их поймал! Было бы жаль, если бы они утонули Ой, что это с ними? Кузя, сегодня ночью был дождь? Был! Всю ночь по крыше стучал! Я даже заснуть из-за этого не мог Побежали! Куда? Лунтик, куда мы бежим? Ну что, Лунтик, не нашлись мои тапочки? Баба Капа, а ты подметала сегодня утром на крыльце? Конечно, я каждый день там подметаю Сегодня, правда, особенно пришлось постараться Кто-то набросал на крыльцо кучу травы Ума не приложу, кто это мог сделать? Дедуля, так эта трава и были твои тапочки Просто ночью шёл дождь, тапочки намокли и потеряли свою форму Вот! Вот так Лунтик с Кузей научились плести тапки А генерал Шер больше не оставляет их на улице Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Концерт по телефону Фу! Лунтик! Это ты? Ты что здесь делаешь? Слушаю! Такая красивая музыка! А вы не могли бы ещё раз сыграть? Пожалуйста! Ну... Нет-нет, я не могу сейчас Мне надо того... Мне надо пойти её записать, чтобы не забыть А завтра вы будете играть? Если погода будет хорошая Добрый вечер, дядя Шнюк! Я рассказал друзьям, какую красивую музыку вы играете Мы пришли вас послушать А? Да... Да... Конечно Сейчас Ай! Дядя Шнюк, а почему вы убежали? Эх... Я стесняюсь Не могу играть, когда собирается столько народу Хорошо, хорошо Вы не огорчайтесь, дядя Шнюк Мы больше не будем вас беспокоить Что-то мне не нравится эта затея Почему? У дяди Шнюка такая красивая музыка Только он стесняется Дядя Шнюк идёт! Прячемся! А-а-а... Ой!!! А-а-а!!! А-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-ай! А-а-а-а-а-а-а-а-ай! Дядя Шнюк, простите Мы только хотели послушать вашу музыку Извините нас... Ээээ... Ничего, ребята Я не сижусь Я лучше пойду м как же нам послушать музыку дяди шнёка а может ну её эту музыку да что ты Кузя она такая красивая ля 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 мы не такие глупые что бегать и скакать вот эту музыку я уж точно слушать не хочу я сейчас попрошу бусиниц не шуметь а их здесь нет а это они на своей поляне поют мы их по телефону услышали ах хорошо телефон легче заткнуть чем гусениц ребята я придумал мы тоже можем слушать дядю шнёка по телефону Лунтик ты гений алё ну как отлично слышно отлично слышно кто знает может когда нибудь шнюк станет меньше стесняться а пока благодаря выдумке Лунтика все могут послушать прекрасную музыку по телефону по телефону импали а по телефону это как в Редактор субтитров А.Семкин